Два месяца не могут заплатить за свет. Жители улицы Доватора с августа не получают квитанции за электроэнергию. Пожилые люди боятся, что сейчас на счетах растут долги и пени, которые сложно будет погасить с пенсии. Это при том, что сами жильцы являются добросовестными плательщиками. Получаем седьмого числа пенсию и тут же идем платим все коммунальные услуги. А нам вот это объявление повесили вот у этой женщины на столбе. Вот у вас будут здесь висеть пакет и будут там эти квитанции. Объявление, о котором рассказывают пенсионеры, они обнаружили на уличном столбе. В тексте говорится о том, что теперь квитанции за свет жителям будут доставлять не индивидуально в каждый почтовый ящик, как раньше, а оптом, до начала улицы. Цитируем. В связи с повышенным количеством собак и участившимися случаями нападения на сотрудников ОАО ВГРКЦ, все квитанции за электроэнергию будут находиться в пакете на первом доме вашей улицы. Нововведение коснулось жителей трех улиц. Доватора – социалистической и существенской. Дома здесь частные и почтовые ящики находятся на калитках и заборах. Водоканал носит, газ носит, за мусор носит, за телефоны носит. Почему-то только электросеть у нас решила, что прямо на них, ну ни на кого собаки не нападают, только на них. Люди рассказывают, собаки на улице действительно есть, но всего в нескольких дворах. Животные находятся за забором и на привязи. Бродячие псы здесь, конечно, тоже появляются, как и на любых других улицах города. Уже два месяца каждый день пенсионеры по очереди караулят, когда же появится пакет с квитанциями. Говорят, по слухам, на соседней улице такой пакет появился. А вот своего они до сих пор не дождались. Никакого пакета мы не видели. Вот второй месяц, вот мне лично, второй месяц квитанцию я не получаю. Ходили у нас улицы, ходил один молодой человек туда. Они его, в принципе-то, обругали и отфутболили. А потом нам пришлют эти квитанции уже с пением. И пение-то будут немалые. В свою очередь энергетики объяснили, что действительно произошла внештатная ситуация. На девушку, которая разносила квитанции, на этой улице напала собака. Поэтому специалист и написала такое объявление. Сотрудники энергосбыта уверяют, что следующие квитанции по-прежнему будут доставляться до почтового ящика. После 7 октября люди получат платежки сразу за два месяца. Август и сентябрь. В квитанциях для жителей данной улицы будет не один штрих-код, а два штрих-кода. То есть первый будет текущее начисление за сентябрь. Второй штрих-код – это оплата задолженности, куда автоматически попали начисления августа. То есть сумма там будет вся та же самая. При этом никаких пений в данной квитанции начислено не будет. Оплатить услугу коммунальщики советуют людям в срок. Надо будет только уточнить для операторов, что платеж должен быть сделан сразу по двум штрих-кодам. Валентина Мартынова, Евгений Токарев, Константин Миронов, 6 канал.